здравствуйте меня зовут федор васильев приветствую вас в двадцатом уроке мы продолжаем с вами разбирать компонент grid box конструктор лендингов для джумла в этом уроке я хочу вам показать плагин табы вот визуально сейчас я для вас подготовил чтобы просто вы понимали что такое ну по-другому это вкладки возможно где-то пригодится мы можем назвать как угодно эти вкладки и без перезагрузки страницы информация меняется по клику по табу давайте рассмотрим настройки данного плагина так заходим в плагины если у вас его здесь нет а скорее всего у вас его здесь нет я вам напоминаю вы сможете добавить плагин табы и другие плагины через кнопку applause plugin но помните что вы должны быть зарегистрированы и одобрены на сайте разработчика одобрены значит вы приобрели данное расширение под расширением я подразумеваю компонент grid box я его сюда уже добавил нажимаю табы и они у нас сразу здесь втыкаются грубо говоря давайте посмотрим настройки как обычно переходим и первые опции сразу самые первые опции это где разместиться этим кнопочкам табом слева справа центр ну вот понятно вот они сейчас по центру для позиции табов left тогда вот здесь видно это выстраивается вот таким вот списочком да принципе давайте так и оставим и right справа можно еще сделать border это рамочка то есть эта рамка вот это она видно здесь идет я специально красным сделал чтобы это было видно радиус border radius это скругленные углы вот сейчас не видно потому что у нас эти табы они серые едва заметны и позже вы это увидите анимация то есть как переключаться анимации смотрите переключаемся и еще с таким эффектом у нас появляется информация здесь соответственно в этой области где информация появляется вы можете вставить все что угодно картинки текст видео код и так далее так здесь мы с опциями разобрались переходим табы и вот здесь и самое интересное значит правим заголовки табов ставим галочку и обратите внимание что сама конструкция изменения редактирования тех или других элементов она очень похожа на другие плагины до плагин изображений и так далее то есть для нас это интуитивно уже понятно не пропустите мои топовые продукты под джумла мы заходим по карандашу заголовок там в нем здесь но вот здесь содержимое там это уже понятно мы с вами это уже делали здесь редактор делаем что хотим apple вот вы видите сменил текст и вот здесь дэмо он есть продолжаем также меняйте второй этап как обычно если нужно удалить топ ставим галочку нажимаем на корзинку удаления или плюсик это нам позволит добавить новый этап и сразу содержимое к нему дальше мы переходим на вкладку ставил типография и у нас не задан наш шрифт мы можем задать там наш шрифт то есть для самих вкладок нашего таба цвет color это цвет текста на табах также возьмем красный фон сайт вот чуть пожирнее делаем потому что наш шрифт очень мелкий и это у нас межстрочное расстояние ну или это можно считать высота наших табов также можно сделать подчеркнутые заголовки табов жирными все буквы точнее заглавными или под наклоном дальше актив то то есть активный то color но этот цвет текста именно например я беру белый а background черный вот сейчас скругленные углы как раз видно на черном видно что при наведении нас остается серый цвет сейчас мы это исправим border color это рамочка также красным помечаю чтобы вы видели и понимали за что отвечает эта опция hover tab это цвет при наведении но у нас был черный принципе можно сделать color этот цвет самого текста то есть цвет текста меняется на табида dg background этот заливка можно сделать каким-нибудь еще цветом вот таким например при наведении ну и соответственно эта рамочка при наведении еще и меняем рамочку ставил разобрались padding здесь понятно уже это внутренние отступы здесь уже индивидуальные настройки просто визуально смотрим что у нас двигаться начинает чтобы понимать откуда идут отступы до margin ну это внешние отступы двигаю всю нашу конструкцию табов снизу и так далее вот и все в принципе настройки табов таким образом вы можете добавить на свою страницу неограниченное количество табов полезный инструмент когда нужно как-то скрыть слишком много информации и подать эту информацию вот в таком виде будет удобнее для конечных ваших потребителей например на этом я урок заканчиваю надеюсь он был для вас полезен если это так палец вверх подписывайтесь на канал если вы этого еще не сделали чтобы не пропустить новые интересные выпуски завтра обязательно будут новые уроки по гритбокс делитесь этим видео с друзьями подписывайтесь на мою группу вконтакте я недавно и создал ссылочка будет в описании этого видео до нового видео друзья если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на adobe news или сайта на джумле неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием хостинг сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый кмс 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостинг вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт ним у них есть замечательная акция 3 месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45 процентов а также для мощных сайтов хостинг предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь а